МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса всё о главных событиях и жизни Владивостока. С вами я, Юлия Ракотская. И вот, что произошло в нашем городе к этому часу. В огне не сгорим, во время паводка не утонем. Всероссийские учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций пройдут в Примурье. Вопросы пожарной безопасности, вопрос подготовки к пожароопасному периоду имеет огромное значение для жителей, в целом для края, для имущества, для лесов, всей биосферы, пауны и флоры. Первый юбилей присоединения Крыма к России отметили его в Владивостоке. На корабельной набережной состоялся праздничный митинг и концерт. События, которые произошли пять лет назад, они, наверное, побудили многих людей начать любить свою страну, более бережно относиться к ее истории. Что за шум за сценой? Хорошо знакомый спектакль в новой версии представит Театр молодежи. Они играют артистов, которые играют спектакль. То есть это в техническом плане, как бы, актерской техники, это очень сложно. Также в выпуске главу Владивостока выберут из трех кандидатов. Имя мэра станет известно 28 марта. И еще раз скажем, гастрономическая столица региона. Названы даты самых вкусных в фестивале года. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Главу дальневосточной столицы выберут из трех кандидатов. Конкурсная комиссия определила их из 39 человек, кто участвовал в собеседованиях в Думе Владивостока. Среди отобранных кандидатов – исполняющий обязанности мэра Олег Гуменюк, депутат Думы города Кирилл Григорьев и экс-депутат Александр Юртаев. Теперь Думе предстоит определиться с тем, кто станет главой города и выбрать одну из представленных кандидатур. Заседание назначено на 28 марта. Напомню, бывший мэр Владивостока Виталий Веркиенко ушел в отставку по собственному желанию 11 октября прошлого года. В настоящее время действующим городоначальником является Олег Гуменюк. Очередные кадровые перестановки произошли в администрации Владивостока. Увольняется первый заместитель главы администрации города Сергей Шерстюк. Во вторник он покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на работу в администрацию Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Сергей Шерстюк курировал управление по организации взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, управление по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив и ряд других. Осенью 2018 года после отставки главы города Виталия Веркиенко Шерстюк некоторое время исполнял обязанности мэра Приморской столицы. Между тем стало известно, что уходит в отставку и детский омбудсмен в Приморье Анна Личковаха. С 20 марта она перестает исполнять обязанности в администрации края. По словам омбудсмена, возможно, она продолжит свою правозащитную деятельность в Москве. При этом подчеркивается, что причиной отставки не являются прогремевшие школьные скандалы последних месяцев, лекция по понятиям в селе Первомайское и родительский самосуд над хулиганом в школе Большого Камня. Между тем, в информационном пространстве именно эти случаи связывают с уходом с должностей омбудсмена, а также вице-губернатора Константина Межонова, который курировал вопросы образования в администрации региона. И продолжая тему отставок, по последней информации от Ньюсвейл свой пост может покинуть и вице-губернатор Гагик Захарян, который отвечает за вопросы топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. Во Владивостоке около трех тысяч горожан вышли на митинг в честь пятилетия с момента присоединения Крыма к России. На корабельной набережной собрались учащиеся вузов, участники молодежных движений, общественники, ветераны вооруженных сил. Здесь по традиции прошел концерт «Крымская весна». Подробности в следующем материале. В этом году исполнилось ровно пять лет с момента подписания договора о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации. В марте 2014 года полуостров вновь стал частью нашей страны. Во Владивостоке у мемориала «Боевая слава ТОВ» в этот раз высказать свою поддержку президенту и жителям российского Крыма пришло около трех тысяч человек. Среди них студенты и курсанты. С ними в одних рядах болельщики адмирала, ветераны, а у вечного огня дежурила юнармия. Не пропустили акцию сторонники нескольких политических партий. Немало было и горожан с плакатами «Крым, весна, Россия», «Владивосток, Крым, Россия» и «В единстве наша сила». Крым вернулся в лоно России после 23 лет перерыва. Я считаю, что это огромный праздник, и особенно для Приморского края, потому что наш край и Крым – это приморские регионы. И мы очень хорошо ощущаем ту атмосферу, которая царит там. В перерывах между выступлениями ораторов для гостей выступали местные певцы и танцевальные коллективы. Горожане, отвечая на вопросы о важности возвращения полуострова в состав Российской Федерации, в основном говорили об укреплении государственности, справедливости с точки зрения истории. События, которые произошли пять лет назад, они, наверное, побудили многих людей начать любить свою страну, более бережно относиться к ее истории. Что это значит для молодежи? Это, наверное, реально крутая дата, которая многих молодых людей, в том числе меня заставила поверить в силы своей страны, да, в то, что мы делаем. Мы вернулись к исторической родине, и для людей это прекрасно. Считалось исконно, ну, русской территорией, за нее много крови было пролито. Вот, поэтому, ну, это, можно сказать, историческая неизбежность. Дата такая значительная. А, относимся, ну, я отношусь хорошо, как бы, все народы наши. Я тоже считаю, что праздник точно значим для нашей страны, потому что Крым всегда был часть нашей истории, и это очень хорошо, что он опять присоединился к нам. Традиционный праздник в Приморской столице в честь присоединения Крыма к России называется «Крымская весна», а вот сами крымчане называют его «Русская весна». Напомним, 16 марта 2014 года на территории Республики Крым и города Севастополя был проведен референдум по вопросу будущего статуса полуострова. Два новых субъекта Республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав России. На их территории действуют российские законодательные акты. В этом году, в канун знаменательной даты, байкеры из клуба «Ночные волки» развернули в Крыму на горе Госфорта самый большой российский флаг. Этот триколор внесен в Книгу рекордов России. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. В 2019 году во Владивостоке планируется капитально отремонтировать 15 улиц. Сделают это в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Новое асфальтобетонное покрытие уложат на площади почти в 900 тысяч квадратных метров. В списке – Луговая, Спиридонова, Шепеткова, Вилкова и другие. Также это строительство надземного пешеходного перехода на Олега Кашевого. Новые бордюры, тротуары и покрытие проезжей части также в этом году появятся на участке от Баляева до Рудневского моста. Напомню, за два минувших года во Владивостоке реализовали федеральный проект «Безопасные качественные дороги». Удалось комплексно отремонтировать более 25 километров дорог на 17 улицах. В Приморье предупреждают паводки и лесные пожары. Всероссийские учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций пройдут в крае. Об этом стало известно во время встречи губернатора Олега Кожемяка с директором Департамента гражданской защиты МЧС России Андреем Лутошкиным. Президент Владимир Путин на Совете безопасности поручил провести учения по всем регионам 15 апреля. Приморье сегодня начинает гореть первым, поэтому необходимо проверить, как работают все территориальные силы и средства. Олег Кожемяка отметил, что сейчас в крае проведены контролируемые отжиги и другие мероприятия, чтобы не допустить проблем. Он также попросил Андрея Лутошкина посмотреть готовность подразделений в районах, создать резерв средств для тушения возгораний. Также губернатор обозначил, что Приморье уже готовится к противопаводковым мероприятиям. И, безусловно, мы уже должны сейчас готовиться, в том числе и к паводковым мероприятиям, которые могут пройти. Могу сказать, что хорошей практикой было наше решение по 16-муниципальным образованиям в период осенне-зимний проводить углубление русел рек, очистку русел рек. Думаю, что нужно пользоваться не только чрезвычайной ситуацией, а вообще поменять порядки, связанные с тем, чтобы предоставить правым муниципальным образованием, производить чистку русел рек в осенний период, когда они наиболее мелководные, когда нет никакой угрозы верестилищам. Это уже, скажем, в конец октября, ноябрь, декабрь, и когда еще не замерзшая, глубоко не промерзшая почва. Это дает возможность сохранять, прежде всего, населенные пункты. Приморская транспортная прокуратура оштрафовала на 110 тысяч рублей Владивостокский морской порт и его руководство. Причина в том, что компания использовала сооружение, которое долгое время не ремонтировалось. Порт не проводил как капитальный, так и текущий ремонт причала. Кроме того, он не был оснащен спасательными средствами. Первомайский районный суд Владивостока обязал компанию привести причал в порядок в течение двух лет. Дело о Золотом майоре. Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил бывшего следователя ФСБ по Магаданской области к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сообщается, что подозреваемый Константин Костенко проходил по делу о незаконном обороте драгоценных металлов. В общей сложности экс-майор обвиняется сразу в пяти преступлениях, связанных с материальным ущербом государству. Мой коллега Евгений Черемухин побывал в суде на вынесении приговора. Подсудимый бывший следователь ФСБ невозмутимо стоит, молчит и ожидает приговора. Все судебные разбирательства уже давно прошли за закрытыми дверьми. Обстоятельства дела почти полностью засекречены. Известно немного, по версии следствия, с 2012 по 2015 год майор Константин Костенко, используя служебные полномочия, подменял золотые самородки в хранилище улик недрагоценными веществами. Под стражу ФСБшника взяли еще в 2017-м. И спустя два года длительная цепочка правовых прений привела к оглашению приговора. Всем стать, суд идет. Военный суд постановил по уголовному делу в отношении Костенко Константина Владимировича огласить вводную и результивную части приговора. Подпись председательствующего в постановлении имеется. Разглашается приговор именем Российской Федерации. Приговор судья зачитывал около 30 минут. Всему виной объем и количество фактуры, называемой в юриспруденции составом преступления. Дело в том, что майор Костенко проходит сразу по пяти преступлениям. Четыре связаны с мошенничеством. Это 159-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. И одно непосредственно с незаконным оборотом драгметаллов. Уже другая статья, 191-я. Общий вес украденного таким образом золота 12 килограммов. А его стоимость оценивается в 23 миллиона рублей. Все самородки проходили вещественными доказательствами по делам, связанным с незаконным оборотом драгметаллов, которые вел Костенко. Вам назначено по совокупности совершенных преступлений окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать вы его будете в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен гражданский иск в полном объеме управления Гохрана России. К слову, защита настаивает на полной невиновности подсудимого. Костенко также отказывается признавать вину и намерен обжаловать приговор. Еще до того, как судья зашел в зал, приговоренный к 11 годам колонии следователь ФСБ обратился из-за стеклянной ограды к журналистам, пообещав дать всем желающим, цитата, «полный расклад». После оглашения приговора у Константина Костенко остается не более 10 дней на подачу апелляции, чтобы обжаловать решение военного суда Тихоокеанского флота. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Приморский край демонстрирует неплохие перспективы для дальнейшего роста экономики. Бизнес конкурентно способен, инициирует новые проекты. При этом активно кредитуется и наращивает вклады населения. ВТБ, один из основных игроков банковского сектора Приморья, отчитался об итогах 2018 года. Уже больше года ВТБ обслуживает розничных и корпоративных клиентов под единым брендом. Объединение дало возможность запустить новые продукты и улучшить технологии. Так, в 2018 году была запущена акция «Начнём с лучшего». По её условиям средние и малые предприятия открывают счета в банке бесплатно, получая при этом три месяца бескомиссионного обслуживания, бесплатные переводы и операции с наличными. Мы более универсально стали подходить к работе с нашими партнёрами. И сейчас проводим совместные мероприятия розничной и корпоративной бизнес-линией с нашими клиентами. Ну, там достаточно понятно. Буквально вчера, допустим, были переговоры с одной из компаний, очень крупной компанией, там, в Приморском крае. То есть, речь шла о достаточно приличном финансировании проектов. Это производители, это не купи-продай, это именно производители. То есть, мы параллельно обсуждаем вопросы и финансирования проекта, и развития предприятия, и зарплатные проекты, и кредитования физических лиц. Результаты работы с сегментом среднего и малого бизнеса отражают основные экономические тренды и изменения рыночной конъюнктуры. ВТБ отмечает востребованность программ господдержки среди клиентов и продолжает в них активно участвовать. В 2018 году ВТБ выдал предприятиям Приморье в рамках таких программ 1,7 миллиарда рублей льготных кредитов. Это в полтора раза больше, чем годом раньше. Так, корпоративный кредитный портфель только за прошедший год увеличился более чем на четверть и составил почти 34 миллиарда рублей. Большая часть портфеля – кредиты малого и среднего бизнеса – 24,7 миллиарда рублей. Гарантийный портфель достиг 3,3 миллиарда рублей. Растет и количество резидентов свободного порта, которых финансирует ВТБ. В этом году около десятка таких компаний получат порядка 2 миллиардов рублей на реализацию проектов. Кредитные линии для них уже открыты. Не отстают и индивидуальные предприниматели – малый бизнес. У них появляется уверенность в завтрашнем дне, и они берут займы на развитие своего дела. Активно развивается рыбообрабатывающая и рыбодобывающая отрасли – логистика. Объем выданных займов бизнесу говорит об оживлении экономики региона. Катерина Матвеева, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Сейчас идем на короткую рекламу, после которой… Режиссеры Театра молодежи рассказали о грядущих премьерах и планах на 2019 год. Стало известно расписание гастрономических фестивалей, которые пройдут в Дальневосточной столице в этом году. Амур остается знаменитого тигра, юридически закрепляют за Приморским сафари-парком. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра САНОС – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра САНОС. Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами Юлия Ракотская. И мы продолжаем. Режиссеры Театра молодежи рассказали о грядущих премьерах и планах на 2019 год. Стало известно расписание гастрономических фестивалей, которые пройдут в Дальневосточной столице в этом году. Амур остается знаменитого тигра, юридически закрепляют за Приморским сафари-парком. Год театра в России идет полным ходом. Так Театр молодежи порадует в этом году несколькими премьерами. Уже 23 марта зрителям представят известный спектакль в новой интерпретации. Каким будет шум за сценой, чего ждать от года премьер и какие сюрпризы готовит зрителям молодежная сцена, расскажет Катерина Матвеева. Что может быть интереснее в театре, чем само за кулисье, где творится порой что-то невероятное? Шум за сценой – самоизвестная и популярная комедия Майкла Фрейна, которая с огромным успехом прошла по всему миру, теперь и в театре молодежи. Пьеса адаптирована на современный лад, действие происходит в наше время. Действие идет на сцене и также действие идет за кулисами. То есть одновременно мы играем два спектакля. Один играем на зрителя, другой играем лицом в стену. И мы там не ходим с бумажками, читаем текст, мы играем там в спектакль. Это получается само собой, просто по-другому невозможно. Тонкий английский юмор по-русски. В этой искрометной комедии драматург помещает театр в театр, сплетая судьбы актеров и их персонажей, доводя действие спектакля до комического абсурда. Шесть часов до премьеры, ну что нам собрать спектакль, остается там. Всего ничего. Под напряжемся туда-сюда. Актеры говорят, а как же, мы даже не знаем, где кто стоит. Ничего, все нормально, все успеем. Вот так мы в такой же ситуации находимся. Все успеем, все сделаем. Все. Декорация появилась в последний момент. Ну что ж, придется ее осваивать, и эту декорацию приходится. Тяжело, конечно. Неприлично совпадает. Параллельно театр готовит сразу несколько постановок. В этом году будет показано 9 премьер. Две уже выпущены из Сан-Ландии и «Спасти камер-юнкира Пушкина». Остальные готовятся. В том числе спектакль режиссера Лидии Василенко «Алиса в стране чудес», премьера которого состоится 10 мая. Такое число премьер обусловлено влиянием времени. Сегодня театры немного в другом находятся положении. И я говорил уже об этом. Мой педагог, который преподавал у меня в Москве, когда я обучался, известный вам человек, директор одного из больших крупных театров в городе Москва, он сказал, что, уважаемые директора, сегодня, если спектакль у вас не продается, смело списывайте. Да, к сожалению, потрачены деньги. Но не пошел он, понимаете? Подобное случилось в черной комедии по пьесе «Шизгала любовь». За месяц не было продано ни одного билета. Поэтому большой репертуар – жизненная необходимость для театра. В этом сезоне Станислав Мальцев поставит нового ревизора. Алексей Красный – спектакль «Планета Д». Александр Дзюба покажет «Грозу Островского». В июне состоится фестиваль читок «Методрама». Катерина Матвеева, Станислав Лазебный, Алексей Заровный. Новости на Восьмом. Добро пожаловать во Владивосток – город гастрономических фестивалей. Стало известно расписание ресторанных событий, которые пройдут в дальневосточной столице в этом году. Так, фестиваль мидий состоится с 16 по 26 мая. Напомню, в прошлом году фестиваль вызвал настоящий ажиотаж. За 10 дней было съедено почти 3 тонны мидий. Фестиваль дальневосточных гребешков на гребне пройдет в июле с 1 по 15 число. А вот тайгафест угостит своими дарами с 28 сентября по 13 октября. Фестиваль «Держи краба» пройдет во второй половине ноября. Также осенью впервые в этом году в Приморской столице стартует фестиваль «Устриц», а завершит вкусный год «Корюшка». Стоит отметить, что в 2018 году Владивосток был назван одной из гастрономических столиц России и включен в топ-5 городов нашей страны с лучшими гастрофестивалями. Лимоны и мандарины, кумкват и лаймкват – многообразием цитрусовых культур удивляют гостей ботанический сатинститут ДВО РАН. В Оранжерея открылась специализированная выставка. В течение двух недель горожане не только увидят разные по цвету и форме плоды, но и узнают, как можно вырасти цитрус в своей квартире. Подробности в нашем сюжете. Коллекцию цитрусовых в ботаническом саду собирают уже около 20 лет. Начинали с нескольких растений, а сегодня их разнообразие поражает. Некоторые экземпляры выбирают по форме плодов, листьев или по назначению. Коллекция не сильно большая, но в связи с ограниченными возможностями нашей оранжереи мы пытаемся выбирать самые красивые виды, самые красивые и необычные экземпляры, чтобы показать посетителям разнообразие этого вида растений. Лимоны, лаймы, апельсины, мандарины и всевозможные гибриды. К слову, сколько их среди цитрусов в мире подсчитать довольно сложно. До наших дней сохранились даже не все данные о том, как именно удалось вывести то или иное растение. До новой эры, 4000 лет назад, эта культура начала возделываться. Откуда она взялась, откуда она появилась, ну неизвестно. То есть, скажем, мы в литературных каких-то данных находим, и в наших детских сказках тоже самое, как говорится, «Золотые яблоки бессмертия» считается, что прототипом являются апельсины. Ну, откуда они появились, это тайна. Несмотря на то, что яркие и сочные плоды выглядят одинаково аппетитно, не каждый из них съедобный. Например, некоторые содержат слишком большое количество эфирных масел, зато их цедру и листья используют в качестве специй. Приморский климат для теплолюбивых культур не подходит, поэтому все цитрусы, которые представлены на выставке, выращены исключительно в комнатных условиях. На подоконнике можно выращивать лимон маэра, можно выращивать различные кумкваты, каламандины. То есть, эти растения достаточно имеют компактный куст, но в то же время очень вкусные плоды. И эти плоды можно употреблять с кожурой. Это несет, скажем, не только декоративный эффект, но и очень еще полезные плоды. Приобрести растения сразу на выставке не получится, нужно записаться в очередь. Ботаники предупреждают, цитрусовые довольно прихотливые, и при неправильном уходе можно вообще никогда не дождаться плодов. Даже если у вас не получается как-то там получить плод, или условия там немножко не позволяют, а само растение развивается, то есть вы должны прекрасно осознавать, что это растение очищает вам воздух и убивает болезнетворные бактерии. Те, кто не обделен терпением, могут попробовать вырастить цитрус из косточки. Однако на это уйдет 15-20 лет. Сезон плодов обычно наступает в декабре-январе. Если не срывать их, они могут оставаться на растении еще около года, но потеряют свои вкусовые качества. Полюбоваться на цветущие и плодоносящие цитрусовые, а также узнать тонкости и секреты выращивания этих растений, можно до 31 марта. Анна Бережная, Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Власти планируют юридически закрепить знаменитого тигра Амура за Приморским сафари-парком. Сейчас проводится работа по принятию его в собственность. Документ опубликован на сайте сафари-парка, срок передачи тигра в нем пока не указан. Как сообщалось, Амур по закону принадлежит Хабаровскому краю. В сафари-парке в Шкотовском районе он и его сестра-тигрица Тайга пребывали временно на основании договора, но срок истек. Звери находятся в программе Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра. Знаменитого хищника собирались передать в один из зоопарков в Кубани. Руководство сафари-парка обращалось к местным и федеральным властям, в надзорные органы и общественные организации с просьбой оставить тигра в Приморье. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал принял решение передать тигра-амура в собственность Приморскому краю. Пострадавшему от зубов сородича леопарду в Приморье становится лучше. Ветеринары отмечают положительную динамику в его состоянии. С начала марта хищник находится на лечении в Центре реабилитации диких животных в Приморье. Сейчас зверь стал активнее, принимает пищу, налаживается процесс пищеварения, появляются силы. Он получает антибиотики вместе с пищей, но скоро их курс будет закончен. В конце недели ветеринары оценят состояние ран и, возможно, снимут швы. При сохранении положительной динамики его переведут из карантинного блока в вольер, сообщает земля леопарда. Леопард проявляет типичное для хищника оборонительное поведение и даже разломал фотоловушку, которая использовалась для наблюдения за его состоянием. Однако его все еще тревожит травмированная лапа. Напомню, молодого самца нашли и изъяли из дикой природы в начале месяца. Ученые полагают, что зверь мог пострадать из-за конфликта с другим леопардом, а перед этим, возможно, его сбила машина. И далее к новостям спорта. Спортсмены со всей России съехались во Владивосток на чемпионаты первенства под хэквондо. Крупные национальные соревнования проходят в разделе «Кумце». В этом техническом комплексе бойцы показывают свою базовую технику своего вида спорта. О том, как стартовали состязания тэквондистов, расскажет Максим Яковлев. Спорткомплекс «Олимпийц» довольно редко собирает на своей площадке тэквондистов. Но в этот раз есть повод. Чемпионаты первенства России с таким большим количеством участников со всей страны поместятся только здесь. Соревнования в техническом комплексе «Пумсе» – важный вызов для любителей тэквондо. Для того, чтобы развивались разные регионы, проводятся такие соревнования и в центральной части России, и на Дальнем Востоке. Тем более, что на Дальнем Востоке очень неплохие команды являются и призерами, и чемпионами России, и международных соревнований. Поэтому вполне закономерно, что чемпионаты первенства России проводятся в Владивостоке. У Владивостока действительно особое отношение с дисциплиной «Пумсе». Еще в 2011 году здесь проходил чемпионат мира, который, к слову, больше ни один из городов России никогда не принимал. С тех пор интерес к этому техническому комплексу стал постоянно расти. «Пумсе» – это строго регламентированные упражнения, представляющие собой комбинации приемов защиты и нападения. Каждый кусочек тела здесь движется по определенной траектории и в точно установленной последовательности. И делается это все либо в одиночку, либо в парах, либо в группах. В отличие от популярных поединков в Кируге, зрелища и соревновательного адреналина здесь, конечно, меньше. Однако именно «Пумсе» и становится базой для будущих бойцов. «Многие думают, что «Пумсе» – это своего рода такая гимнастика, где затраты такие энергетические не очень важны, да, и не очень сильно. Это ошибочно на самом деле, очень сложно. Немножко где-то ручка ушла вниз, там ножка не так встала, уже баллы снимаются. Поэтому такая более точная наука тэквонда, да». Молодые и взрослые тэквондисты, которые покажут здесь лучшие результаты, по итогу попадут в сборную страны. Национальная команда уже через пару недель покажет свои силы на европейских соревнованиях, которые пройдут в Турции. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом. И напоследок, еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Главу Владивостока выберут из трех кандидатов. Имя мэра станет известно 28 марта. В огне не сгорим, во время паводка не утонем. Всероссийские учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций пройдут в Приморье. Первый юбилей присоединения Крыма к России отметили. Во Владивостоке на корабельной набережной состоялся праздничный митинг. И концерт. Гастрономическая столица региона. Названы даты самых вкусных фестивалей года. Амур остается знаменитого тигра. Юридически закрепляют за Приморским сафари-парком. Спортсмены со всей России съехались во Владивосток на чемпионаты первенства под хэквондо. На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное. Россия 19 марта отмечает праздник, который имеет особое значение для Владивостока – День моряка-подводника. В 1906 году в классификацию судов военного флота был включен новый разряд кораблей – подводной лодки. А русско-японская война стала первой в мировой истории войной, в которой принял участие еще неофициально признанный, но уже заставивший противника дрогнуть – новый класс военных кораблей. Приморской столице на корабельной набережной прошла торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота». Память моряков-подводников почтили у музейного комплекса подводная лодка С-56 и памятного знака пионерам подводного плавания на Тихом океане. Служба моряков-подводников опасна, но уважаема и престижна. А управлять современными подводными крейсерами под силу только специалистам экстра-класса. На эффектные кадры и субмарин смотрим прямо сейчас без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом.